логично слева находится наше ограничение по иксов и грехов а справа что находится справа количество ресурсов доступны для производства иксов и грехов количество ресурсов доступны для производства иксов и грехов и пока что при данном раскладе нам точно нужно на n производить тратить как можно меньше ну потому что иначе мы ничего не получим но мы с вами знаем что если на производство какого-нибудь из лака было потрачено какое-то количество единиц труда назовем это lm то в этом случае производительность вырастет в 1 плюс 0 0 2 lm 1 то есть если мы отправим одного работника на производство того на производство технологии но тогда производительность товара х станет теперь можем делать уже не две единицы икса одним рабочим а две единицы икса умножить на 1 плюс 0 0 2 а производительность при производительность при производительность при производстве товара х теперь будет 4 умножить на 1 плюс 0 0 2 если мы отправим 2 работников 2 на 1 плюс 0 0 4 4 на 1 плюс 0 0 4 а если мы отправим lm работников то наша производительность станет равна 2 на 1 плюс 0 0 4 lm и 4 на 1 плюс 0 0 4 0 0 2 lm спасибо и 0 0 2 lm спасибо Итак мы понимаем чтоse количество работников,которые нам нужно взять две единицы,евها ився обратно, производительность труда количество работников обратно, производительность труда даже можно сказать что x равняется в x умножить на x согласны? количество x-то обратно производительности И чем выше производительность, тем меньше количество яйцов. И тогда наше КПВ, выраженное таким образом, приобретает уже другой вид. Ведь мы могли использовать технологию. Тогда мы получаем, что x, деленное на 2, 1 плюс 0,0,4LN, 0,2LN, плюс y, деленное на 2, на 1 плюс 0,0,2LN, равняется 100 минус LN. Дмитрий Евгеньевич, по-моему, там под y, 4. Спасибо, по-моему, тоже. Ну что же, мне кажется, что можно привести к общему собинателю. И вообще я вижу, что с одной стороны, у меня количество ресурсов доступных уменьшается, но с другой стороны, количество ресурсов в нужных увеличивается, в нужных за на единицу снижается. Я, тратя ресурсы на LN, на GEN, получаю 5 увеличения производительности. Соответственно, в итоге у нас получается замечательная функция. Приведем к общему собинателю. Это легко сделать. 2, 4, и мы получим 2x плюс y равняется 100 минус LN на 4 на 1 плюс 0,0,2LN. Это моя банальная обывающая функция. Более того, это линия уровня. Если я вообще не использую LN, то здесь будет 0, здесь будет 0, здесь будет 1. Соответственно, тогда у меня получится, что x и y я могу сделать по старой технологии, не тратя ресурсы на LN и увеличивать технологию. Но я могу улучшить технологию, и тогда я смогу сделать софт у больше, но ресурсов останется меньше. Что же мне нужно? Это количество ресурсов для чего? Для x и y. А что я хочу так? Максимизировать, чтобы ресурсов было как можно больше. И мы получаем одна замечательная вещь. 400 на 100 плюс 2LN минус LN минус 0,2LN в квадрате и стремится к максимуму. Мне кажется, что пора было светляти вниз. Фразы повторены сегодня уже не один раз, вершина максимум. И тогда LN со звездочкой равняется 25. И, соответственно, наше ГПБ имеет замечательный вид. 2x плюс y равняется 75 умножить на 4 умножить на 1 плюс 2 сотни на 25 плюс 0,5. Это должно быть 5, да? Полтора. Да, умножить на полтора. Соответственно, 300 на полтора, это будет 450. 2x плюс y равно 450. А если ты в ответе неправильно посчитал? Нет. Если ты в самом ответе неправильно посчитал, ну или по-другому, y равняется 450, то это 2x. Если LN нашел, а FV не посчитал. Ну, вопрос ты сделал. Я не могу обещать на вопрос, понимаешь? Как говорит мой глубоко уважаемый коллега Филипп Картаев, фотография не может дать определение, информацию о биографии. По биографии от фотографии судить. Вот я не хочу судить от твоей фотографии. Твои биографии от твоей фотографии, поэтому от твоей работы, не зная, что она твоя, судя по тому, что ты писал в центральном округе, я или любой другой проверяющий будет судить, когда увидит твою работу. Там посмотрим. Ты точно узнаешь критерии. Если тебе покажется, что почему-то тебе неверные поставили балл, ты сможешь подать на апелляцию и получить ответ. Более того, если по какой-то причине твоя работа будет проверена не на 100% корректно, ты даже получишь повышение балла. Ну что же, я очень надеюсь, что благодаря нашему разбору вы поняли в целом, как была сложная, хорошая, абсолютно решаемая олимпиадная работа. По этой задачи замечания те из вас, кто находил две крайние точки и просто соединял их отрезком, боюсь, не получат полного балла, потому что они, к сожалению, не доказали, что альтернативные издержки одного все равно останутся постоянными. Все равно останутся постоянными. потому что когда мы можем, когда мы произведем эту, согласны? Ну тогда, соответственно, у нас х максимальное будет равняться, х максимальное будет равняться 225, которые были получены следующим образом. Изначально мы могли х получить 200. И, соответственно, это 200 мы умножили на 1 плюс 25 умножить на 0, 0, 2. y максимальное у нас равняется соответственно 450, которые получены как 400 умноженное на 1 плюс 25 умноженное на 0, 0, 2. Но дело в том, что есть 200 на 1,5 300 Давайте проверим, что у нас было изначально. Изначально у нас было где? 300 на 1,5 У нас было 100 ресурсов, мы могли сделать 400 y на 1,5 на 1,5 на 1,5 теперь. Соответственно, это будет 150 на 1,5 а в данном случае это будет 300 на 1,5 но каждый x, который мы можем сделать каждый x, который мы можем сделать требует от нас жертву и сколько мы будем жертвовать всегда одинаковое количество y потому что так мы ради одного x теряли 2 y и теперь ради одного x мы будем терять 2 y как-то доказать очень просто смотрите что такое x максимальное это общее количество ресурсов деленное общее количество ресурсов деленное на некую условную цену 1 икса в нашем случае на издержки на производство 1 икса в данном случае это величина обратная производительность то есть если мы умножим количество ресурсов на производительность мы собственно это и получим итак x максимальное это общее количество ресурсов умножить на производительность в иксах y максимальное это общее количество ресурсов умножить на производительность икс а как мы видим производительность была в два раза больше и осталась в два раза другое альтернативные издержки неизменны на ПВ и длины но первый способ мне нравится на этом это полное полное решение идеальная все спасибо